Главное, что я хочу сказать, ну что там, россияне, за три дня возьмем Киев, взяли в рот, пришли и сдохли. Да что ж такое, ну за каждого ребенка, за каждого убитого вами ребенка, фотографии которых есть у меня в телеграме, за каждый разгробленный город вам будут мстить всю жизнь, а ваши пленные, как рабы, будут отстраивать эту страну. И да, после этой войны вашей страны существовать не будет вообще. Ну и самое интересное, это вот этим кадыровцам, вы не кадыровцы, вы никакие не ногчи, вы не имеете никакого отношения к Чечне вообще, вы не люди. Да здравствует свободная Яшкерия, да здравствуют те люди, которые в действительности знают, что такое свобода, а не вы, псы режима, блядь, собаки, которые приезжают сюда в новом бомбардировании, горцуя перед вашим этим кадыровым в женских, блядь, прадо, сука, педик фестивальный. Ха-ха, вышла дура бородатая в женских прадах, иншалла они мне пишут, иншалла. Я знаю, что такое шалла, я 20 лет ее прокурил, поверь мне, если бы ты столько курил, скурил шаллы, как я, блядь, ты с ума нахуй сошел бы. И иншалла это совершенно другое, не из ваших уст кадыровц, а из уст настоящих ичкирийских воинов, которые есть и сражаются на стороне Украины, как и иностранный батальон, как и англичане. У нас тут в Украине открыто сафари на русских, сюда приезжают со всего мира, чтобы поохотиться на эту русскую дичь. Вы представляете, какой прикол, что вы сделали? Вы сделали так, россияне, что Украина теперь форпост и охраняет весь мир от вас раковой опухоли. Вы сделали так, что ближайшие 100 лет вам будут это вспоминать и ненавидеть, потому что вы и есть нацисты, вы и есть фашисты, вы и есть вырожденцы. И да, я повторюсь, вашей страны после этой войны существовать не будет, просто по одной простой причине. Еще ни одна страна в мире, восставшая на весь остальной мир, не побеждала, а вы проиграли уже. У вас больше погибших, чем за 10 лет войны в Чечне, здесь, за 14 дней войны в Украине. Били, бьем и бить будем. Огромное уважение украинским воинам, огромное уважение нашим главнокомандующим. Всю мою жизнь я посвящу тому, чтобы отдавать вам долги за то, как вы грудью защищали меня и мою семью, пока я здесь, голова, бля, в этих развалинах напездывал. Спасибо вам огромное, ваш вечный должник. Слава Украине, героям слава, слава нации и смерть ворогам.